Ну-ка, интересно И нормально Охладилось Слушай, ну, задание мага уже, конечно, отвалилось 10 раз Слушай, ну вот здесь, конечно, будет офигенно Потом бахнуть ферму с коровками Потому что здесь очень много травы растет Ну, выкосить, конечно, вот эти деревки Вот, вот тут Они тоже, что ли, не будут расти? Может быть, это как лесная зона идет? Хотелось бы уверить в это Надо отдать сейчас топор И через пару дней посмотреть Проверить на практике, так сказать Так, давай сейчас Цветная капуста, она нужна была в узелке, по-моему, да? Че, подождем В этом плане же новая игра есть The Survivalist Блоков, пиксель, графина, острове и сосредоединение Я как будто бы слышала, но что-то как-то... Я не люблю выживалки Тут прям вообще не бою Сравнил божеволк с нашим симулятором свида... ээээ... фермера Ой, да ладно, здесь симулятор свиданий Че тут от симулятора свиданий? Бегаешь только, блин, язык на плече во время разноса подарков И все, тоже на симулятор свиданий Так, ну все, мне не хватит Так, ну ладенько Ну пойдемте Пойдемте Воживалка весьма относительная По сути, то же самое, что тут Воживалка только от слова, что на острове Здесь Мария Пойдемте тогда забежим в этот самый Как его звать? Да Это пора Щит Забыла, что ее взять надо Опять же, да? Капуста Да что ж такое? А ее разве сейчас уже можно вставлять? Нет Не сейчас Остальные-то они же что-то сейчас не открываются После весеннего, да После первой, по-моему, должно все остальное открыться Типа, ага Ты все-таки будешь нам помогать? Ну, смотри У нас тут, значит, вот это вот еще нужно Вот там вот пять списков Ты сейчас откроешь Да я знаю, но Я еще успею занести, слушай Он же не горит Ну все Ты когда думал, что тебе только вот эту штучку собрать А потом еще двадцать открылось Рыбу потихоньку можно начать складывать Так, что тут? Ой Так, перчики, дыньки Вот она, капуста Картошка, кстати говоря И пастернак Деленые фасоли Такое Нету Вот это надо прямо сейчас будет сделать Пока весна не закончилась Вот он, угорь Окунь, карп Сомик Осет Санфиш, который мы отдали Тигровая форель Ну да, заморочиться, конечно Вот это вот Стоп, улитка? Что? Какая улитка? Не было же здесь раньше улитки По-моему, нет? Я первый раз, по-моему, вижу ее И вот эти две Улитка давно была? Я вроде помню Были? Разве я не помню такого? Было? Когда мы играли, было? Или после какого-то обновления После нас уже? Я не помню улиток Улиток не помню, осеньяна В узелках, я имею ввиду, их не было Не было же Ой, ух, эль, днюха Черт В курсе, что ЕГЭС раздают по одной игре Да-да-да Так, фасоль у нас есть, она растет Давай картошки 18 штук А что там? Что там нужно было? Картошка, фасоль Цветная капуста Еще-еще Пастернак, точно Пастернак, капуста, картоха, фасоль Ну, картоха, капуста, еще одна капуста А фасоль у нас уже растет Не кудрявая, цветная Ну, цветная, да Сейчас я ее еще не добрала Кудрявая, это так, чтобы было Ну, вот так вот, наверное, и еще картохи Я уже наизусть помню узелки, на что я трачу свою жизнь Кстати, тюльпан и яркоцвет По-моему, тоже нужно где-то там были В летних узелках Каких-то Цветочных Давайте парочку все-таки Шуба была Так, что там? Не знаю, чтобы кто-нибудь занес мне следующий Медная руда Двадцать пять штук А у нас, по-моему, не было, да, уже? Я иду, я свожу концы с концами Слишком мало цветов Че я? Тюльпан в подарок Ну, я их только посажу сейчас Я же их не могу Купила такая семена На себе тюльпаны Вырасти их сама Креативный подарок Знаешь, в коробочку только пересыпать Аккуратненько ленточкой перевязать И все, что-то креативный подарок А на самом деле Пятнадцать рублей Семь Так Подожди Боже ж мой Я ж к этому так не зашла Кузнец же С топором Запомните Здесь, насколько сложно варить свечки Наверное, сварить свечку не так сложно А вот сделать ее вонючей, пахучей, прикольной Это уже сложнее Чтоб еще прямо идеально Откуда у нас это пришло? Ну, в смысле? Так, вот же те инструменты Топор Может деньги просрали? Я забыла об этом Ой, Господь Пошла такая На все деньги гулять На топор А то же семена мы только что купили Какая же это все Фигня Я что-то забыла У, Сэмми Ой, я наступила на что-то мерзкое Я тебе совсем недавно купила эти ботинки Ну, крепись Все мы там были Ой, Господи Хорошо, что здесь Рядом с океаном Видите, океан? Что, море так хорошо Баюкивает Пошла такая Топор Время только потратила Блин, полчаса как с куста Клинт, картофель Возьмешь? Ой Было бы неплохо, конечно Ну, что ж Все опять через жопу Непонятно, как растет Тебя посадить Да Чиво моя жестянка отдохнуть мы поехали расслабиться понимаешь я в отпуск на дачу сказала она ну конечно как обычно ну что это такое продолжаем каждый раз я говорю себе ну ничего наступит лето я сделаю все аккуратно ну кстати может сфинктер уже можем сделать там четыре клетки то я знаю я просто что-то сейчас вспомнила медный железный но при очень большом желании мы можем сделать а 1 сфинктер а ну да сейчас как не заработает я прям поржу сика не работает ёпта хитрость не прошла ну да конечно тогда это не та ферма где стоит заниматься садоводством это чисто про ферму про животных и про деревья если чё для этого уже сделали мод ну печально конечно но чё-то не предусмотрели а где плюсы вообще тогда типа не занимайся фермерством лови лучше рыбу вот тебе океан вот так это работает да ну грустненько конечно тюльпашечку сюда посоли не ну мы знали что типа на этом на этой почве не будет сфинктер работать но бляха ой я случайно я была уверена честно говоря что ну как не то что уверена 95 процентов я была уверена что прокатит поставить пол на почве на другом покрытии можно было бы ну сомневаюсь что хотя можно попробовать потом на вот именно на пол поставить не на вот эти деревянные штуки здравствуй дуршечка я знаю что только начинаешь работать с растениями поэтому дам тебе совет как многие растения живут только один сезон так что летом все весенние растения гибнут рассчитывай с ума да вряд ли да скорее всего просто если это даже в описании фермы было то скорее всего не перепадет нам счастье нежизовая игра она под подушку забралась а кошка не обиделась она ушла фу нереалистично кто забрался под подушку это просто моя кошка она не обижается там же есть справа вот сейчас такая слева под кошку так под кошку я тоже забираюсь под свое она тоже не обижается не я знаю что здесь есть путь но она очень маленькая территория ну то есть такой небольшой огородик в принципе не устраивает как надо уметь просто поверь ставить стоит на нее вообще на кого на вот эту хрень ну на песке точно нет вот тут вот тут вот тут ставится песок просто збуч видимо не на почву ставится на песок мне сказали не будет ставиться а че на песок интересно будет ставиться вообще да раз деревья растут наверное плодоносные деревья короче сады сады и трава меня это устраивает полностью сады и трава и животные не зашибись никаких огородов жопа огороды огороды хорошо вот на том клочке почва будет и внутри оранжереи вот эти звезды вот эти золотые как они там назывались вот это прям идеально и вино из них фигачить и больше ничего не делать ну что ж идеально еще и океан рядом прям потрясающе так прям все как так ну что шахты шахты никаких огородов жопа огорода сказала она потом вспомнила про узелки ну на как на каждый сезон просто делать нужны эти травки все да и все ну стараться просто на каждом сезоне весь список выращивать знаешь и от каждого и от каждого огорода по чуть-чуть отщипать все 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 на клетке на клетке посажено просто удобрение в смысле требуется помощь стараюсь стараюсь сохранить рабатское искусство заплачу 90 золотых там умельц который выловит анчоусов три штуки пойдем ладно черт с тобой ну 90 маловато конечно ты знаешь что я был звездным кватербеком в старшей школе это правда видишь он школу уже закончил значит нормально ему 24 все канон ты же жмахнула туда почву а это была почва я говорю я сплю сорян я через сколько господи через 4 часа и 20 часов я не сплю и это при том что во мне сил последнюю неделю нет слов вообще и кушала я сегодня один раз в день потому что у меня даже аппетита нет то есть все очень плохо что ж такое-то вдруг он закончил только 9 классов ну мне своими тремя грех жаловался так мы пойдем ловить анчоуса и сейчас кальмар или нет не нужно конечно пробиваться пробиваться в шахту пробиваться в шахту потому что улучшать эти самые это прям надо без топора тяжело без топора тяжело без топора ну быстрее я сейчас засну ух х ай-яй-яй первый пошел кстати хина чё там у тебя с восьмой финалкой на тридцатую серию сколько там всего ты давай давай третий насколько вообще реально выживать промыслом морским старте воли какие-нибудь сетки наверное имеет смысл кстати пляжный ферме раскидать вдоль берега прям знаешь десяток сеточек выкинуть деревьев плодоносных всяких понасажать и коровками этими всякими обзавестись и ничего не делать и рыбачить да что ж такое-то свиней завел их олефи сезон да не сын не надоели они мне три филе это конечно здорово но как-то свиньи на пляжу не смотрят коровы в принципе тоже на пляжу вообще никто не смотрит почему они ввели новых животных для пляжной для пляжной шермы есть ловушки на доход от них мне а вот я тоже заметила что что-то как-то медленно это значит пруды диму я анчу встретил он господи а давай уже ну клуб под склад gg mart ну можно было бы призабить на клуб на самом деле хотя с другой стороны если не будет великой цели в виде клуба а чем тут еще заниматься да просто для это красота что ли ферма фигачит ну такое то есть и балова какое почему блин первые два так быстро помнилось целый день на этом причале все у меня дети все дела ой здесь такие романы такая семья и без нее честно говоря можно да господи с этой игрой пойду рыбные палочки жарить с этой игрой у меня по моему опять роман слей намечается потому что плавников уже целая я не знаю потомка да господи уже закончил работу понимаешь а ты все еще тогда в шахты да поздно уже туда в шахты эти вот был бы телепорт в виде вагонетки цены бы не было этим шахтам а так через всю карту пока я добегу я уже спать пора будет надо уж ловиться до конца целый день просто да что такое я что нужно для узелка с вагонетки котельную закрыть целиком по моему короче лет через восемьдесят у нас будут вагонетки ну пожалуйста ну спасибо господи а можно теперь пойти и сдать вот и тут здорово ох он чувствует действительно улов правда да вообще они порой такими умными кажутся аж страсти вот твое вознаграждение поздравляю это не стоило того ну ладно 90 монет блин там кстати 300 дерева надо что мост починить я каждый раз забываю посмотреть хватает ли у нас мы же хотели я хотела подожди ща тихо тихо я перепутал даты но ресторан был заказан и гости настроили еще нет щас стояли с самого утра но это было подожди народу много воскресенье да господи где понять то про что он поет то чтоб всем понятно было выписки из роддома выписка из роддома воскресенье при готовились друзья народу много их всех собрал конечно я все под роддомом стояли с самого утра но это было вчера я перепутал даты но ресторан был заказан и гости настроили еще мне отказывать им что ли тем временем пришла жена с ребенком на руках из роддома своим ходом она меня любит она меня простит привет лен как доехали сумку подержи ага ого лена я здесь вещи оставлю всего доброго до свидания спасибо а кто это лен мужик безусловно прохожий почему детская кроватка расправлена лен там сергеич ночевал и он здесь лена он помогал мне готовиться к вашей выписке сергеич иди сюда и что вы там подготовили мы песню переделывали пойте давай сергеич мы вместе папа лучше всех вас папа ждет успех папа праздник он проказник привет я твой отец а ты мой первенец и мама рада я ей награда где твой папа вот твой папа не подъявится просто чтобы вы понимали как это выглядело все это время потому что там дальше уже не так будет весело просто посмотрите теперь это потому что слушать это конечно прекрасно но смотреть это еще лучше А? 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 Ой, Господь. А я пойду, пока что-нибудь поделаю. Прекрасно. А, сейчас вообще задело, молодая. Ха-ха-ха. Хорошо. Ой. Слушайте, ну денег нет. Семки особо не купишь. Угу. Хм. Хочу по подаркам. Охренеть, я Льюису уже столько нарциссов подарила. Где любовь вообще вселенская? Надо лейки-пламинки засунуть куда-нибудь. Так. Не видать народу, да? Ещё никого. А чё так мало народу, кстати, вповёжу? Вроде вечер. Стоит только ш... Только шо я... Спам. Ах, похоже, еноты снова вернулись. Мерзкие зловредители. О, ты как раз вовремя, мисс. Не окажешь стырьку услугу тут за углом минуты. Припугнуть их, а? Один беспорядочек... Один беспорядок, извиня. Вот, спасибо. Постращай их как следует, чтобы никогда не возвращались. Это был я. Прости. В этих банках, в баках часто бывает много свежей, горячей еды. Если я её не заберу, она пропадёт зря. Свежей, горячей еды. Кто такой расточительный? Как думаешь, я поступаю неправильно? Блин, ну как-то... Не то чтобы неправильно, но как-то это немножечко... Не очень. Я даже не знаю, о чём ответить. Мне ни один из его ответов не нравится, если честно. Жёлка нельзя здесь как-то повлиять, чтобы он перестал в палатке там жить. С другой стороны, ему это нравится. С другой стороны, блин, он живёт в палатке и как-бы жрёт из мусорки. Ну, чё-то такое. Тебя следует найти работу? Ну, как бы, да. Ну, это... такое. Не, очевидно, что это будет минус отношения, просто потому что, как-бы... Он не столько паразитирует, сколько просто живёт, ну, как-бы, на природе, потому что ему это нравится. Но, блин, при этом он жрёт из мусорок. Жалко, здесь нет вопроса... Точнее, ответа. То, что... Вообще-то, это вредно. А ты можешь сдохнуть. Ты можешь продолжать так делать. Ну, вообще-то, омерзительно. Чё скрывать-то уж? Ничего не имею против того, что он живёт в палатке, если ему так нравится. У него из мусорки жрать? Ну, чё-то такое. Как-то или-или. Ну, такие себе ответы. А кто батон заточил из мусорки? Это игровые условности. Я не знаю. Не, ну, вообще, конечно, если вы мыслите о категории игровых условностей, мы же тоже оттуда жрём. Так что, нет, не пропадает жизнь. Спасибо себе. Я знал, что ты человек широких взглядов. Мне нравится то, что я делаю. Ведь я никому не приношу вреда. Можешь идти домой. Обещаю, что больше не буду драться в мусоре Джорджа. В мусоре Джорджа, да? Можешь сказать ему, что енота больше не вернулся. Он пойдёт к нашей мусорке после этого. Стой. Я знаю, чем ты тут занимался, Линус. Если тебе нужна еда, просто попроси. Я не хочу, чтобы в городе пеликан кто-то голодал. Держи. Я приготовила тебе целую корзину жареных кабачков. Только не забудь их с моим... Есть их с моим острым соусом. Ну, уже возьми. Ау. Красава. Ага. Кузнец я. Что-то мне показалось, это Гасса где-то. Я их периодически Клинт и Гасса путаю. Вот именно их модельки. ХЗ, почему? Ну вот. Чё-то вспомнилось колесо времени, где... Каждый из пацанов, главных героев, про другого думает, ну он-то умеет общаться с девушками. А потом, когда ты переключаешься на этого пацана, он думает про того... Который был две страницы назад, и он-то умеет обращаться с девушками. Блин, а ты... Рука же держась просто. Хотя все лажают. Ну, там, да. Ну, это мило. Прикольно. Так, давай с рыбой разберемся. Тихо, подожди. Сардин фиолетовый аж. Селёдочка, селёдочка, сардинки. Давай золотые все сардинки минуснем. Так. Сельдь. Сельдь золотая. Сардина. Фиолетовая. Фиолетовая это прям вообще-воще клёво, да? Мидия, вроде, тоже была в узелке. Так, вот она, сардина. Вот она, мидия. А чё, этого анчоуса не будет никакого? Ах. Ах. Если поженить, я, например, не люблю, когда говорят, слышишь, брось, это же вредно. Ну, ты мне чё это расскажи? Что вода мокрая, ага. Я, конечно, тупой, но не настолько вот так доколюбовать всех, кто питается чем-то, кроме салатных листиков с капельками свежо-аналогичный чистый росток. Ну, нет, конечно. Каждый убивает себя, как он хочет. Так, ну это у нас растёт прямо сейчас. Так, ну давай каждую рыбу такую более-менее откладывать. И я её откладываю, кстати говоря, не туда. Анчоус у нас. А вот, кстати, камбала. Давай тогда этот анчоус продадим. Сардинка, семья, ну не знаю, пускай водит. Угорёчек тоже пускай водит. Плавники... Давай складировать тогда, будем лейки их закидывать. Морошкой будем питаться, это занесём. Эта самая у нас пока нет. Топор мы тоже пока не знали. Поём с Рубином. Привет, я твой отец. Нет. А ты у меня нет. Мне вот очень интересно, честно говоря, посмотреть, было бы, как-то так очень быстро желательно, на будущее тех детей, которые вот родятся у нынешних родителей современных. Как это будет выглядеть? Ну, то есть... Когда-то тоже, понимаешь, наши родители, наверное, думали, ой, вот когда вот... Будут у меня внуки, интересно, вот как у них там всё будет, учитывая, что вот уже совершенно другие... Ой, господи. Уже совершенно другие взрослые технологии всякие появились. Наверняка же, блин, через какие-нибудь 20-25 лет всё очень сильно изменится. И уже... Ну, наше будет поколение не таким, знаешь, аха-ха, прорывным, потому что когда-то в 80-е поколение тоже было прорывным. Условно. Наверняка, интересно. Пар? Ну, что, пойдём спать? Кося! Кося! О, еда! О, крабовое ловушко! Условно. 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 Маловато, конечно. Денюжки, я имею ввиду. Завтра будет ясно всё, значит, хорошо. Кошка какая-то странная у нас, конечно. Впрочем, всё по канонам. Ну, бляха. Ну, бляха. Ну, бляха. Дуба даже, конечно. То есть, как расти в песке, картошка нормальнее, да? А вот, как сфинктер поставить в землю, так вот не судьба. Ну-ка, а чё там надо для... Чего? Кого? Чё так дорого? Офигеть. Три железных. Не, ну это, конечно, надо по шахтам продвигаться. Лейпу вылучшить. Та-да! Не, тяжело больше будет. Без сфинктеров. Парушку купила. Ай, не помню сейчас. Полуэнергии просто тупо. Чтоб этот огород болеть. Рыбалки, смотри. Даёт пирозитр. И главное, на топор опять не хватает. Ты подумай. Ты это смотри просто. Слушай, а чё щас-то делать? У меня щас энергии просто по нулям будет. У меня вся энергия щас на этот огород тупо уйдет и всё. Мне даже пополнить нельзя. Не, ну затупо дышь. Слушайте, а птичник чё там? Сколько он стоил? Что там для него надо было? Батончик. Слушай, ну если я каждый день так буду поливать, я каждый день только и буду что-то поливать вот это. У нас, кстати, есть 300 дерева. 100 камней и 4К. Блин, где 4К достать? Такими темпами? У нас хватает, в принципе, на птичник. Надо только 4К где-то наковырять. Где? Непонятно. Ну то есть понятно, но... Надо дождаться, когда картоха вырастет. Там, по-моему, с картохи с 20 штук что-то 2000 упало, кажется, да? Хотя бы на майонезе вывозить. А там уж разберёмся. У нас сколько? 300 дерева. Так, охотник на слайм. Во! 4 штуки. Не, дорогие уж, конечно, нет на это всё. Ну, птичник важнее, конечно, чем мост. С другой стороны, мост даст доступ к кораллам, а ко всяким. А они денежки стоят с другой стороны. Я потом добудом урубить эти деревья опять. 300 довольно много. В начале игры, когда у тебя сратый топор. Тут, вон, вся энергия улетает тупо на огород. Что? Про деревья говорить. Куроши купить надо, да? Да много чего надо сделать. Не напасёсся. Вот я сейчас пойду в шахты и чё, и чё я там сделаю? Ничего я там не сделаю с этой энергией. Блин, вот были бы сфинктеры, конечно. Хоть бери да пересаживай, да? На почву, на ту. Ну, то есть сейчас вот это вырастет всё. Лето на остык. Ой. Ну да. И там уже на почву непосредственно сажать. Я как-то психолог за несколько дней вырубила местность южней фермы. Я тоже могу это сделать, но это будет очень долго и займет это очень много дней. А тут... Наверное, того не стоит с таким топором. Слушай, нифига тут лука? Может, мы сейчас нажрём этого лука? Пойдём в шахты. Ну-ка, давай. Запах, наверное, стоит просто потрясающий. Деду отдай, не жмолься. Слушай... Дед потерпит. Куда не денешься. Я и нарциссом закушу, понятненько. Не знаю, зачем. Что, кстати, насчёт морожки? О, морожка. О, нифига морожка. Дед на цветочка. Дед на цветочка. Отличный подарок. Вон, брат. Видишь? Ну что ж. Нападём. Нам нужны... Слаймы. Десять, чтоб нас приняли в гильдии героев. Это не слайм, я знаю. Ну-ка, давай. Хоба, книга. Ну, почти. Книга. Книга. Книга, я сказал. Книга. Светок. Что-нибудь. Ладно, расточительство энергии. Ну, слушай, морковка. Аааа, щит я не пролажу. Лестница у меня. Лестница. Лестница. Да что-что. Ладно. Аяяяяя. Я застряла. Эта сволочь мне оторванула, что ли? Нет, оказалось. Нападет. Ладно. Так. Вижу. Вижу. Вижу на горизонте. Медь. Смотри, сколько я. А куда ты тюкаешь? Тюкай куда надо. Что-то следи за временем, пожалуйста. А то я могу увлечься. Сейчас пять. Нам тут до двенадцати, в принципе, можно. Эту саму, кстати, морковку надо бы тоже приберечь для клуба. Так. О, nice. Прям как по заказу. Можно было бы и пораньше чуть-чуть, ну ладно. Так, ладно. Пойдемте грохнем. Это чудовище страшное. Черт. Ой, нет, тут не ты. А, камон. Ну, они же летучие сквыри, но они неудобные. Ой, перми. Так, делаем вставки. Попадет ли лестница под какой-нибудь из этих камней? Ай-яй-яй. Ха! Ну, типа... Почти. Так, я вижу лестницу. Мы сейчас посмотрим, что тут. Скотина какая. Ух, хорошо. А там что? Ну, там у меня грохнуть могут. Так, время, время, время. Надо аккуратнее со временем быть. Найс. Ладно, черт с ним. Наверняка там где-то сбоку были ящики с углем, но... Нам нужно 20 уровень открыть. Чем быстрее, тем лучше. Давай, давай. Вот где-то вот тут вот прям вот самое время. Ой, ну камон, уйди. Брать все сюда. Лесенку, пожалуйста. Лесенку, пожалуйста. Ой, ну камон. Очень плохо. Ох, слава богу. О, он меч колоденец. Все, зашибись. И, кстати. Ой, ну слава богу. О, кстати. Так вот. Бедная рода. Ого. Да вот две, кстати, сделаем. Волокна можно выкинуть. Не знаю, какая тут рыба поймается. И поймается ли какая-нибудь адекватная. Чего вы там считаете-то? Чего вы считаете-то? Так, давай. У меня есть полчаса. А, время. 11-23. Смотри, вы бы хоть как-то. Синхрон, ну что ж. Да. Бежим. Слушай, ну неплохо. Нормально. И рыбку какую-то поймали. И рыбы нафармили. Прям хорошо. Хотя бы здесь запрогрессили. Хоть не на ферме, но здесь. Что я прям даже не знаю. Вроде все располагает к тому, чтобы заниматься прям морским каким-то промыслом. С другой стороны, ну как-то... Ну фигня же будет, если будешь ловушками обкладывать все берега. Так, давай сейчас сложим. Аметист, аметист, минерал уже. Один можно отдать. Ну смотри, кстати. Аметист, минерал, желудки, хвост, скелета. Это в клуб. Думаю, уберем пока. Бомбочки тоже. Глину нафиг. Аквамарин, в принципе, тоже можно. Либо подать, наверное, лучше. Поначалу-то. Так, я могу из Слизи что-то сделать? Нет. Ну ладно, я ее пока положу. И это я тоже положу. Нет, стоп, не сюда. Вот. Ну смотри, мы можем сейчас, ну не сейчас, с утра, зайти. Мидию положить. Сельдь. Сардину. Ну фиолетовая, конечно. А, аквамарин, кстати, в клуб. А че еще в клуб? Метист-то вряд ли. Так, ну все, что в клуб. Сюда еще. Это туда. Это тоже в клуб. Это мне на... Ну, нет, нет, это тоже в клуб. Это хрен пойми, куда. Это мне на покушечки. А устрицы там были? Устрицы были, нет? А плавник там был? Камбала там точно еще, кстати, было. Ну, короче, сделаем вот так. Устрицы были. Ну я что-то даю. Вообще, конечно, можно открыть и посмотреть, но... Так, о, посоль. Чувак. Сраная, сраная, в кирках. Ну вот. Это ж пока утро, пойдем, сделаем. Нет, что? Я не хочу сейчас поливать. У меня опять вся энергия улетит. Может, я не буду поливать. Можем сама поливаться. Это как-то выборочно через день поливать. Сегодня эти, завтра те. Завести мужа, чтобы он поливал грядки, господи. Хотя они же все равно через раз поливают, да? Вот обидно, конечно, то, что ты вроде как бы делаешь какой-то роман. Жопу рвешь ради этих подарков, что ты там придумаешь. А эти собаки вообще ничего, честно говоря, не помогают. Автобусы обидно, да я, видимо, да я. Как ты бесит? Да тупо обидно. Че, какой, господи? А, этот кост. Я что-то думала, вот там был какой-то. Тогда все, расти медленнее будет. Ой. Удобрениями засеял, и все, и нормально. Не стоит оно того, скажу вам. Так, завтра у помню, день рождения. Заканчиваются припасы. Большой рот и окунь, в частности. Будет здорово, если кто-нибудь мне его занесет. 300 золотых марний. Большой рот и окунь. А он у меня был, кстати. Где-то там. То ли в сундуке, то ли я его продала. По-моему, я его продала, да? Не. Бесполезного романа или огородного? Бесполезного романа. Они не сказать, что прям какие-то мега интересные сейчас. Просто здесь практически каждый кандидат У него прям какие-то очень серьезные проблемы. Не, я, конечно, не против, но... Иногда кажется, что вот как будто бы прям хотели все собрать, знаешь. Все, что можем. Так, тунец, сельдь, где там селедка какая-то была. А где сельдь-то? Так, стоп. Чуренькая рыбка. Вот эта вот. Камбала. Она же где-то была вроде, да? Или нет? Или я вот с этой перепутала. Ее не было, что ли, Камбала? Со что нам в горное озеро за окна? Что-то мне казалось, Камбала была. Я наркоман, что ли, да? И сельдь где-то была. Подожди. Или не было ее? Ее не было? Мне казалось, она была. Так. Здесь пока ничего нет, да? Фасоль, иди. Ша. А морковка где была? О, щит. Ну, кстати, могли бы сейчас сдать большую часть. Какую-то вторую. Что нового в игре? Ну, две новых фермы. И вроде как дополнительная зона по типу пустыни, но только какая-то такая с островами. И там три новых персонажа. И чтобы туда попасть, нужно корабль построить. Но это прям вообще не скоро в нашем случае. Немножечко обновились эти узелки в клубе. Анимации, походу, вот за последний где-то год, наверное, немножечко некоторые поменялись. Привет, Зара, не прости, если я ляпнула, что я не грубо, я сегодня не выспалась. Ой, это прям, да. Чего тебе? Ну, вот и ляпнула, да? Ну, по мелочи, по большей части. Вот, вот, например, раньше не было анимации подпрыгивания вот этих вот крышечек, но она появилась довольно давно, насколько я знаю. Кошка теперь может на кровати спать, ну и так далее. Это прям ты. Ну, когда как. Я могу ляпнуть что-нибудь, и даже когда я высплюсь, так что не совсем. Решили кого будем романить? Я, наверное, в Алекса упаду. Вот в этого товарища. Хороший день для игры. Так, если бы ты не была девчонкой, я бы позволила тебе покидать мяч. Не люблю все, что связано с мячами. Мне просто хватит посмотреть. Да, некоторые люди просто не созданы для спорта. Вот он, ну, нормально у него все. Ну, с другой стороны, он как бы прав. В какой-то степени. Закрыто посредом, собака. Надеюсь, все нужно на ферме. Было бы, если бы вы были посредом открыты. А, синий. Проблема со слаймами решена. Посепки. Надеюсь, было не очень хлопотно. Я знаю, как сложно бывает избавиться от слизи на одежде. Сам я не одну пару штанов изгваздал, когда пытался ловить этих створюшек. Помню, папа был вне себя тогда. Серебристый слайм испачкал мне мои новенькие твиловые брюки. Твиловые? Может, твидовые? В общем, вот твое вознаграждение. Еще есть сколько? Ну, нормально. Блин, надо большой рутболок мне марш не принести, потому что 300 рублей на дороге не валяются. Тем более, кстати, запихнуть его туда надо. В клубы. Что-то она показала, что сейчас что-то будет. Ну что ж. давай, я готовая. Почти. О, ну конечно. А, ну камон. Мы сейчас тут все заснем уже. Мы хотим позитива, но и сна мы тоже хотим. Что за везение-то такое? Давай. О, да. Еще один. Один в клуб, другой Марни. Давай. Вот это, по-моему, второй. Ой, нет, кстати, кто это? Сомик. А Сомик, по-моему, тоже был, да? В клубе. Что-то такое. Что-то такое усатое там было. Ну, пожалуйста. Ну, быстрее. Не, тут что-то пассивное какая-то. Это я. Вообще не пошевелилась. О, карпик тоже там был. Что ж, полный набор сейчас соберем. Сюда бы еще в дождь прийти, конечно. А кто тут в дождь-то водится какая-то такая? Рыба, я помню, мы ее прям целенаправленно выслеживали. о, еще один. Ну, давай, ну, давай. Это будет последний раз. Наверное. Хотя нет. Мне же нужно все... Мне все еще нужен окунь второй. Что-то проседаешь-то. Что-то проседаешь-то. Вряд ли здесь. Я помню, мы конкретно в горном озере искали кого-то в дождь. Смотрела недавно прохождение ассасинских истоков на этом канале. Как же мне жаль, что мне не было на этих стримах. Да, стримцы по Ориджинсу были офигенными. Игра была офигенная, стримцы по ней были офигенными. Прям на одном дыхании все 60 часов. Здравствуйте. Все 60 часов. Классно было. Потому что я уже кстати профукала этот самый музей. Ну ладно, зато рыбу наловили. Что нужно было бы в принципе свалить? Сходить к Марне, пока не вот это вот. Настолько офигенными, что я тут уже около трех лет. Е-е-е-е. Кстати, по-моему, если я этому морожку задарить, он скажет, что я дебилка. Но нет. Нет. Про интересную брузец. Маус. Вакуумич. Надо, кстати, тоже уже заканчивать, потому что я уже, мне кажется, сплю. По вторника, четвергам, я работаю в клинике. И он говорит, ему нравится, что я рядом, если вдруг оборудование выйдет из строя. если вдруг. И он говорит, что ему нравится, когда я рядом, но если что, если он скажет что-то иное, оборудование могут выйти из строя. Так, я надеюсь, Марни, она уже как-то начинает продвигать свое тело в сторону салуна. Да, она уже здесь. Я себе не разливала целое ведро молока. Ой, какой кошмар. Так, она хотела кого там? Большорутого окуня. Да? Большорутого окуня. Большорутого окуня. Оплата, вот как договаривалась. у нас 300 золотых. Мне надоело смотреть на мужиков и решил поискать женский канал с приятным голосом и вот этот. А, спасибо. Рано или поздно все оказываются тут. Скорее поздно, чем рано. Знаете, не менее. О, слушай. Пойдем, пойдем, пойдем положим. Чтоб потом не таскать. где там это было? Так, это судак. Подожди, где там этот был? Маленький. Это сом. Мне нужен сомик. Я не поняла. вот он. Так. Так. Ну ладно. Денюшка в оповещалках висит. Ковмарина на доску. А доска сейчас разве активна? По-моему, мы когда ее щелкали, она не работала. Рано еще. Мне казалось, сидит, слушай. Карп. Подожди, карп был. Карп мы уже положили. Сомик. Вот большеротый окунь, это еще ладно. Мне казалось, камбала была. Малосуший. Что это вообще? Вот, наверное, из-за нее мне казалось, что камбала была. Рыбаеж, лесоплюх, песковик. Океанский узелок. Особый узелок. Ну, это видишь? Это в горах. То есть, прям в самой горе. Это в озере. осетах и больших лоптах. Это ночной. Так, значит, ночью леща и желтого судака. Ну, это после шести, по-моему, да? Боже, это опять записывать, что ли? О! О, кошмар. Хорошо, что, господи, эти все узелки можно из дома открыть. не нужно каждый раз сюда бегать. Как это ухала, спокойно. Так, ну ладно. интересно, какую игру они там делают следующую. вроде было. Были какие-то разговоры. Так, давай рыбу пока сложим, потому что пока непонятно, что с ней. плавнички все еще складываем, камешки. Это надо все-таки сдать. Это продать. Витебрук, а я так и не поняла, это от них или просто от людей, которые вроде как бы принимали участие, но вот это вот. Потому что если от них, то это, конечно, пипец. Она прям хороша. Ну, на вид, по крайней мере. Блин, ну вот и что делать теперь. Энергии-то нету. Господи, хоть бы завтра был дождь. так, куда-то. Так, вот денежки. Давайте, кстати, здесь и заканчивать, на самом деле, потому что, как бы, да, джемот на вечный дождь. Да, конечно. В этой, на этой, вернее, ферме он прям необходим. Не, на самом деле, было сразу огород делать на той почве и все, не на песке. Но, честно говоря, я рассчитывала, что сработает тема с напольным покрытием. Неа. Почему? Придумали каких-нибудь специальных разбрызгивателей или для песка, я не знаю, особенных. Непонятно. Ну, будем посмотреть. В любом случае, эта ферма явно рассчитана на животных, на деревья и на морской промысел. Все. Никаких огородов. Ну, если только в оранжереях какой-нибудь и вот на том куске почвы. Чтобы прям, вообще, максимальная свобода была. Чтобы ты ходил красиво между деревьев и наслаждался. И все. И больше ничего не делал. Так что, будем посмотреть дальше. Мне интересно построить корабль и посмотреть, что там за новая область. Потому что, ну, как бы, да. Ну, и я думаю, что мы будем запускать Старди Вэлли, ну, так, постойку-поскольку. То есть, вот захотелось сегодня просто почилить, посидеть. Старди Вэлли. Если нужно что-то прогасить, какую-то другую игрушку, такую основную, даже Вальхалла, еще что-нибудь, то мы, естественно, будем туда заходить. А так, Старди Вэлли наш островок Субтитры сделал DimaTorzok, Продолжение следует...